Всем привет и добро пожаловать на нашу индийскую кухню. И сегодня мы с моим индийским мужем будем готовить очень популярное в Индии блюдо, которое называется карай панир, а по-русски это, можно сказать, сыр с овощами. Приготовление этого блюда нам понадобятся следующие ингредиенты. Это лук, помидоры, паста, значит, в Индии это продается в виде такой пасты, это имбирь с чесноком, но можно использовать просто отдельно протертый чеснок, несколько зубчиков чеснока и отдельно небольшой кусочек имбиря тоже на мелкую терку потереть. У нас уже готовая паста, также нам понадобится сам сыр, это индийский сыр панир, если у вас нет именно этого сыра, то можно использовать адыгейский сыр, который, в принципе, очень сильно напоминает вот этот индийский сыр панир. Также нам понадобится перец, у меня две штучки, и здесь у нас это для уже украшения блюда или завершения блюда кинза, и так как это блюдо индийское, то, конечно же, мы не обойдемся без перца чили. Итак, для начала мы подготовим сыр. Сначала надо будет сыр порезать на квадратики. Вот так вот выглядит сыр панир. Вот такие квадратики у нас получились. Далее мы нарезаем перец вот такими крупными прямоугольниками, такими кусочками. Следующий этап. Лук нам надо подготовить определенным образом, то есть он должен быть вот такими вот дольками. Одну луковицу мы нарезаем вот такими вот дольками, то есть разрезаем луковицу на 4 части, и потом отделяем вот так вот слои. А вторую луковицу мы промолим сейчас в блендере, чтобы из нее получилось пюре. Если у вас нет блендера, можно ее потереть на мелкой терке. В чашу блендера вместе, но у нас блендера нету, мы будем использовать смузи-мейкер, вот так. Значит, вместе с луком в чашу мы положим также помидор. Итак, берем нашу кастрюлю, добавляем немного масла. И что мы делаем сначала? Для начала нам надо слегка обжарить сыр, чтобы он покрылся золотой корочкой. Значит, наш сыр зарумянился и выглядит сейчас вот так. И теперь, когда он так зарумянился, мы переложим его в тарелку до того момента, пока он нам понадобится опять. Теперь в эту же кастрюлю, теперь в эту же кастрюлю, где жарился наш сыр, мы добавляем лук и перец, и обжариваем их. Обжариваем их до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Обжариваем их до тех пор, пока овощи не станут готовыми. Чтобы овощи быстрее приготовились, мы накрываем их крышкой и продолжаем жарить. Когда наши овощи поджарятся, то есть лук уже становится прозрачным, но в то же время он сохраняет свою твердость. И перец, он готов, но в то же время у него вот он еще хрустящий, остается хрустящий. Мы убираем овощи опять в сторону, перекладываем в отдельную емкость. И сейчас будем готовить основу этого блюда. Теперь в нашу кастрюлю, в которой мы сначала обжаривали сыр, а потом овощи, мы добавляем семена специй зиры и два листочка лаврового листа. Теперь к нашим специям, которые мы слегка обжарили в масле, буквально одну минуту, только чтобы они отдали свои ароматы. Мы добавили пюре, которое мы заранее приготовили из помидоров, лука и чили перца. И сюда также добавили одну чайную ложку смеси из чеснока и имбиря. Теперь мы эту смесь посолим. И сейчас к этому нашему соусу пойдут индийские приправы, без которых не обходится ни одно индийское блюдо. Сейчас мы сюда добавили чайную ложку порошка зиры. Теперь у нас идет что? What is this? Это куркума. Чайная ложка куркумы. И все тщательно перемешиваем. Для того, чтобы наш соус приобрел более кремовую текстуру, мы сюда добавим несколько ложек сливок. И все хорошенько размешаем. Проверяем наш соус. Наш соус еще более загустел. Жидкость уже выпарилась. И теперь мы можем добавить наши основные ингредиенты. Добавляем наш перец с луком. И добавляем наш сыр. И все хорошенько перемешиваем. Добавляем наш сыр. Добавляем наш сыр. Теперь, когда наши ингредиенты хорошо проварились, все наши специи, ароматы, все хорошенько смешалось, мы сюда добавили еще мелко нарезанную кинзу. И наше блюдо уже, в принципе, готово к сервировке. И посмотрите, какое красивое блюдо у нас получилось в результате, а подавать мы его будем с белым рисом басмати. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok